Рассказ Михаила Зощенко «Гипноз» читает Павел Беседин Могу, товарищи, с гордостью сказать, за всю свою жизнь ни одного врача не убил, не ударил даже. С одним врачом действительно пришлось сцепиться. Но, кроме словесной дискуссии с помахиванием предметами, ничего у нас такого сверхъестественного не было. Пальцем его, черта лысого, не тронул. Хотя, говоря по правде, и сильно чесались у меня руки. Только сознательность удержала, а то бы ей Богу отвозил. Ох, отвозил бы. Эта полная сознательность и его медицинскую супругу тоже не допустила тронуть. А она меня, ребятишки, очень неаккуратно выпирала из прихожей и орала еще, зараза, что я ее в бок тиснул. А такую бабу, ребятишки, в бок не тиснешь, так она верхом на тебя сядет и до угла поедет. А пришел я, товарищи, до этого медику по неотложному делу, наипнос, внушение. Попросил его внушить, чтобы я курить бросил. А то такая на меня сильная страсть нашла. Курю каждую минуту, и все мне мало. И денег, лишний перевод, и язык пухнет. И пошел я по совету до этого медика, и ему объясняю. Он говорит, это, говорит, можно в два счета. Посадил он меня в кресло, велел из кармана махру вынуть, и стал перед мордой руками трясти и пришептывать что-то. И вдруг действительно слабость на меня напала. Закрыл я глаза, и ни о чем не думаю. Только думаю, не позабыть бы мне, думаю, махру на столе. А в это время доктор говорит, готово. Внушил вам, что надо, сеанс лечения окончен. Вот, говорю, спасибо. Вынул я деньги, заплатил ему и пошел назад. На лестнице вдруг беспокойство на меня напало. Батюшки, думаю, да сколько же я этому черту, дай бог память, заплатил. И помню, лежали у меня в расчетной книжке руб целковый, трешка и пятерка. Развернул книжку, руб целковый и трешка тут. А пятерки, как не бывало. Батюшки Светы, думаю, по ошибке самую крупную купюру в руки сунул, чтобы ему раньше времени сдохнуть. Дошел до дому и чуть не плачу. До того мне пятерки жалко. Дома супруга мне говорит. Что, говорит, новый курс лечения захотел? Вот, говорит, и расплачивайся. Внушил, говорит, тебе чертов медик за место рубля пятерку ему дать. А ты и рад стараться. Лучше бы, говорит, курил ты, черт плешивый, чем пятерками так в докторе шуряться-то. Ты и меня тут, конечно, тут осенила. А ведь верно, думаю, внушил. Ах, ты, думаю, паразит, какие идеи внушает. Сразу оделся, покуда не остыл, и к нему. Трогать, говорю, я вас не буду. Мне сознательность не допущает врачей трогать. Но, говорю, это не тактично, внушать такие идеи. А он вроде как испугался и подает назад деньги. Я говорю, теперь, говорю, подаешь, а раньше о чем думал? Тоже, говорю, практика. В эту минуту на моей вопросе медицинская супруга является. Тут мы с ней и схлестнулись. А медика я даже пальцем не тронул. Мне сознательность не допущает их трогать. Их трожь, а после по судам затаскают. А курить я действительно бросил. Внушил таки, черт, полностью, лысый, внушил. Продолжение следует...